так друзья мы на самодельном как он называется неофициальном рынке здесь мы я уже проехал когда сюда ехал саженцы продавали такая же машина столько же саженцев такие же кстати на наших глазах будут покупать или нет это откуда привезенный спрашивал киргизия киргизия ладно теперь наши друзья наши друзья я вас знакомлю последним магиканином из садоводов это последний кто настоящий садовод настоящий подчеркиваю кто торгует на рынке знакомьтесь я его хорошо знаю я дважды был в саду один раз весной один раз осенью и пробовал шикарнейшие да кстати лучший специалист и лучший сад по целевым вот один из лучших по грушам и прочее персиками угостил помнишь моего тимошку было вот это и есть тоторов владимир александрович прошу любить и жаловать казалось бы у него есть своя клиентура у него есть свой круг знакомых клиентов но я получилось так я ехал к тебе полуде значит и звонок с дороги возможно она сейчас позвонит еще раз женщина черемышек не знает и о тебе это что за порядки такие вот сейчас я поставлю вот так у меня руки трясутся через три года я не скрываю этого вот так вот поставлю значит смотрите как хорошо видно все так вот значит разговор начинаю именно с ее повторяю слово в слово валерий константинович значит минусинские саженцы вы посоветуйте купить я перерываю и говорю это те самые что у моей не машина стоит я про уже два фильма снял она горьда вот я я говорит это самое сомневаюсь я мои фильмы видели тоже не видела я просто спросил я не вздумайте я уже раскрутил эту женщину минусинский предприниматель скупил вот эти саженцы с юга так может те же киргизские они же как они большими партиями завозят вот и получается что торгуют минусинский ни одной черешни она мне наглую лицо говорит смотрел же мой фильм ладно тогда она говорит а вчера я сам лично увидел рекламу абакан мол доказать дорожников большая партия этих адаптированных сибири вот это что сказал я понял одно телевидение куплено значит реклама куплено платили за рекламу заплатили за рекламу им плевать и а и сейчас огромная толпа ринется туда покупать опять вот эти же я не говорю киргизские еще могут быть таджиевские я там предполагаю что они может быть и наши нет я просто они их прививают черенки выписывают привели не на зиму выкопали привели на зиму выкопали чтобы они зиму не стояли да но это не возможно есть такой инин я уважаю больше всех в абакане живет инин он агроном настоящий он кричал тоже как и я я тут он там караул спасайте местные предприниматели в загоне продать не могут вот из-за того что вот такие продают вот эти а вместо предпринимателя они небольшие саженцы они уступают по внешнему виду кстати а твои не уступают это абрикосы у меня росло да нет давай так самое главное итак я приближаю и вот эти вот это одно или двухлетки это одно летки да ты чё я же говорю что наши люди это первое ну естественно они у тебя зимовали на морозе на морозе на прикос я никогда в прикоп он пропадал давай так вот правда это настолько дико что у нас таких нескольких стране перекрестись насчет абрикосов сказать да что зимует на морозе ну мамой клянусь и там или как еще этого достаточно почему я никогда не убираю потому что абрикосовым в прикопе пропадает это я уже убедился на собственном опыте нет еще как хранить но это уже вопрос технологии а мы сейчас о самом главном в стране количество абрикосовых и вообще садов уменьшается причина вот это вот все везут с юга на север вот это я еще могу позволить посылки на мои идут там не мои сергей в белоруссию казахстан это еще может быть но это исключение один из 0,01 процента теперь так я подъехал не случайно и так женщине я сказал что в абакане она купит точно такие же вот сейчас она я еще сказал под рукой я за рулем как тебе телефон передать ну как позвоните ровно через полца и вот сейчас позвонит продиктуем телефон а я еще хитрее а вдруг не позвонит вот еще на эту тему что вы сейчас сказали что меня никто не знает нет я не сказал я имею ввиду нет в одноклассниках у меня выложено там все есть объявление все 800 просмотров было ни один не пришел не купил вот ни один не пришел ни домой не приехал там адрес указан ни один хотя проснул там фиксируется просмотр это время такое люди опустили руки вот сейчас опять купят и а некоторые уже по 5 раз мои фильмы видел ты видел откровенно эти на 100 тысяч куплены ни одного на 200 тысяч куплены ни одного а люди мечтают иметь свой сад я ради детей ради внуков а эту сволочь ради внуков это обирает бабушка тут мне жаловалась подходила в том году говорит на 8000 купила на все как один полпенсии замерзли на фиг мы им сказали как с гуся вода тут не приживается я обязательно меняю приносят мне стыдно я его меняю да это такое у нас правило место так тоторов владимир александрович друзья запоминайте записывайтесь 8 923 582 73 64 значит идут последние дни да я уже все тут не позвонил спросил априкос зацветает зацветает это а здесь интересно еще какое лето бывает длинная бывает короткая бывает холодно не вызревают и умрут зимой поэтому купить надо как можно раньше и так идут последние дни вот эти саженцы которые твои вот возле этой машины но есть вот эти вот несколько штук вот он в миске слева это твои вот дай бог они приметут хозяев теперь стыдить отговаривать этих людей пробовал пробовал давай говори раза три подзыв ну проходили мимо говорил одна женщина засмеялась да ну и ладно обманули обманули одна сказала вам какое дело где мы покупаем вот все я так понял что но не рады что их обманут как стихотворение как обмануть меня бы трудно я сам обманываться вот это так и получает а это эти фразы ни один не один не посмотрит даже на номер машины ни один проскакивает мимо вот кто ну как сейчас она купила она там кустарник если можжевельник то все это да там если можжевельник он и в африке можжевельник да но я их тоже жалею они такие деньги потратили на переномо жалко я понял мне жалко почему так отвечают значит им не жалко ведь это же уже время уходит он может даже не сможет их продать таких полно на центральном рынке видел но они потом будут в конце сезона их по 200 по 300 рублей продавать потом а не видел так уже наверное смерть у них же сезон сокращается а какой ассортиментом и подходил там ничего не соответствует это действительность а это уже я повешено я просто знаю даже по цвету коры какая та же мелба должна быть какого цвета или там груши там определенная уже знаю в какой-то степени я виноват прошли годы когда я раскручивал мелбу прошли годы когда первый произнес слова королевский до этого знали царский ну тот середнячок вот баи левицкого от кого первое услышали от меня вот ну и также несколько номерами на тебя и несколько от филиппио да перечисляют сколько нас осталось значит вот он рядом сидит тотаров так филиппио на рынке хоть раз видела нет сейчас филиппио уже так разговаривался на рынке нужно обидно страшно два жестовские немножко надо еще торгула лапин еще торгую лапина вижу каждый день мимо и лапин жестовские не знаю вот не видел их но она продает тоже продает 4 ну каждый несколько сотен а эти то завозят десятками тысяч там вагоны стоят вагон приходит в машине один где-то в боками стоит вагон и вот что получается запретить мы им даже по-моему я слушал выступление этого то ли сан эпидемнадзора то ли этого самого Роспотребнадзора сидит дама на экране говорит мы не ведущий спрашивает пять лет назад ведущая абаканского телевидения она отвечает мы не можем запретить вот не можем и все тогда получается нужна просветительская работа чтобы это инин выступал четыре раза инин говорил что караул спасайте это деньги свои спасайте спасайте садоводство берите только у местных вот они результат вот он обвинил эти самые надзорные органы в ничего не делали и опять ничего он кричит на всю хакасию на юг российского края а его несут а он авторитетнее меня вместо круга приседатель союза садоводов ну куда уже его не слышат потому что все делают деньги совсем до лампочки я уже тоже разволновался вот да еще сергей пятый палец сергей же все 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 лохотрон процветает со страшной силой и главное это ну что я ему скажу у вас выезжает сюда у меня пошли естественно ему надо продать у него все документы все в порядке а насчет документов что правда в порядке ну я так думаю таможня бы не пропустила документ показать тебе документ нет но я предполагаю что у них все в порядке сейчас я покажу тебе все у меня случайно вот такая бумажка завалялась вот вот документ вот так вот видели случайно почти поверьте такой обогатый я так думаю что у них с бумагами вот они документы это самый главный документ имеет хождение по всей территории россии выговорились что дальше будем делать когда чем не сделаешь как же дальше опять 95 процентов просто вот сидишь вот противно вот игру видишь я вот знаю всю эту подноготину вот в чего обманывают и местные как обманывают есть греха таить и местные обманывают не буду называть колонавидную продают колонавидная спрашивает есть колонавидная будет есть продает ну колонавидную яблони то надо наклоном по двое вырастить они на семенном на семенном это просто ну да люди же покупают колонавидного продает черешня есть есть покупает видела у людей сосед по даче купил черешню товарищ как рюмка по двое тут такой тоненький а там вот такой толстый поскольку рюмка вот два и нету до отвагаться а знаменитый старый садовод который ну не буду говорить с местных и договорились не трогать пусть заживаю тоже я и причем и говорю что мне вот это знаешь и как-то неприятно смотреть кто-то по незнанию обманывает на кто-то сознательно обманывает так вот я звонил каждый год и включая и этот год тоже на местное телевидение отвечает мне так воля красавица спасибо мы подумаем мы вам позвоним и так и дальше догадаешься ничего ничего тема не актуальна и все нет для них не актуально последний год я не по не знаю где она сейчас работали тут или не тут имя не называя журналисты они все по именам знаешь но даже имя не буду называть вот несколько лет у меня съемки каждый год вели в саду это я им благодарен и уже года три назад я не выдержал два или три вот после вот такого очередного вот этого стоят наши ребята продать не мог вот я не выдержал звоню говорю давайте мы сейчас к каждому подойдем спросим документы я объясню разницу между южными и северными я объясню что из все они до единого погибнут она говорит надоело больше снимали уже больше не будем не звоните вот ответ журналистки известны сейчас правда на экране не вижу почему-то вот эти слова надоело то есть уже эти люди пробовал целью передать вот если вы цели передать то я вот допустим показывать свои саженцы я приеду к тебе твои покажу да вот филиппио покажу и мимоходом скажу а вот такой же вот это а вот это вот с юга из то есть это будет не просто проклинание южных а деловой разговор просветительский вот все на константинович мы больше с таких симок делать не будем почему потому что рекламодатели перестали мани мани платить то есть они старые старые мои первые шли как идет реклама потом идет пятиминутный сюжет под названием наши дачной истории 5 минут железов говорит и после железов идет реклама вот то есть платили не они платили эти те кто продавал товары а сейчас их нету этих времена какие да вот и все но я вы я высказался потому что мне это напрямую касается мне задержал обидно вот сидим молчим запись еще идет я все хочу увидеть живого человека который сейчас купит ну подойдут только вот запись там еще еще интересно вот многих приглашаешься группри эти ко мне вот адрес даешь все сад на дереве посмотрите вы убедитесь что у меня это все есть ни один не один вот 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 дерьмо копит а сам интересный из дома ну саженцев 5-6 купили может быть и все страшные времена настали ведь ничего ведь какие были сады 30 40 лет назад они были лучше чем сейчас как-то сейчас поеду вот мы не стоят вот тут за товарищ там еще может с одной партии на рынке с одного вагона это все с одного вагона а вот это же анекдота манская так якобы минусинский да на моем панно не я а мой этот самый ученик и мой друг виноградом союзрани разглядел мою фотографию на этом панно да они по надергали фотографии водились мою свистнуть с моего сайта это здорово да для них здорово а люди-то верят что такие абрикосы вот такие ну зачем закругляемся ну да вот давай иди а то может тебя не видно и народ когда не подходит вон кустарником подошли ладно давай еще таки желаю тебе хорошую торговлю то я уже заканчиваю садить так вот не груши выпад все закончился нет еще идет запись говори говори мне груши много очень осталось абрикоса груша вообще не идет бедно такие сорта шикарнейшие да в том-то и дело что лучше шат хакаси ведь я уже материться хочу чуть-чуть грушевый сливовый ты же у нас этот тебе даже с академии наук приезжать изучить в сибири блять не замерзают ну я уже заметили матерное слово да тут разве удержишься тут очередь с академии наук должна быть поделись продали не просмещенный товарищ в интернет не могу выйти там чтобы выкладывать что-то свое чтобы хоть может кто-то был знал но я чем могу тем помогаем вот сегодня завтра будет выставлен этот канал вроде бы создал на фиг а мы опоздали на тех каналах по миллиону подписчиков на нет ну а все равно не получается в библиотеке лежат там тут как цветет у меня что начал показывать а в доступе в интернете нету надо специалисты какого-то почему-то это уже другой вопрос как говорится давай может быть чем купить жалко мне эту женщину жалко еще один фильм грустный оптимистично будет тогда когда запретят торговлю чтобы дать шанс нашим ребятам до свидания